Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сразу о двух назначениях стало известно. Сегодня в регионе назначен министр молодежной политики, в администрации города, заместитель мэра. В Самаре появился новый автобусный маршрут номер 87. Как он работает, проверили сотрудники администрации города. Разнообразно ли меню, соблюдается ли график питания детей. В 37-ю школу с проверкой приехали члены Общероссийского народного фронта и представители регионального министерства образования. Податься осенних хандре или весело провести время. Самарцы рассказали, как они проводят совместный семейный досуг в межсезонье. Хоккейные команды Самарской области не смогли порадовать голами своих поклонников в минувших матчах своих чемпионатов. А гонболистки Лады переиграли принципиального соперника. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Сразу о двух назначениях стало известно сегодня. Министром молодежной политики Самарской области назначена Наталья Рогова. Решение было принято по результатам открытого конкурса. Ранее она работала проректором по воспитательной работе и молодежной политике Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики. Также Иван Носков стал первым заместителем главы городского округа Самара. До этого он с 2018 года занимал должность мэра Дзержинска. Вячеслав Федорищев обсудил с новым замглавы Самары Иваном Носковым планы по развитию столицы региона. Губернатор подчеркнул, что работа предстоит очень ответственная. Главные задачи – это прохождение зимнего сезона, быстрая оценка и приведение в порядок домового хозяйства, общественного транспорта и многих других вопросов. Иван Носков рассказал, что в первую очередь нужно построить планы на следующий год, исходя из бюджета, а также попасть в федеральные программы, чтобы использовать эти ресурсы. Никаких кадровых перестановок не будет. Губернатор Вячеслав Федорищев в телеграм-канале написал, что провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды «Крылья Советов». Губернатор уверен, что сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб и у него до конца сезона много работы. Итоги будут подведены после завершения чемпионата. Губернатор отметил, что место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает ожиданиям жителей региона и потенциалу команды. Цель – минимум восьмое место. Второй вопрос – трансферная работа. Задача – вести ее не только экономически эффективно, но и сделать так, чтобы сохранять ведущих игроков. И еще один важный вопрос – подготовка молодежи в воспитание своих футболистов. По словам Федорищева, Академия «Крыльев» показывает хорошие результаты. Юношеские команды достигают успехов. Крайне важно, чтобы талантливые ребята продолжали свое развитие, не уезжали в другие клубы и в будущем могли проявлять себя уже в основном составе «Крыльев». Сегодня из Самарской школы номер 91 экстренно вывели детей и учителей. Учебное заведение расположено в Советском районе на Балаковской. По предварительным данным, причиной эвакуации стало сообщение об опасном предмете в стенах школы. Это уже вторая эвакуация на текущей неделе из учебного заведения. В понедельник студентов и педагогов выводили из корпусов Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики. Тогда причиной стало ложное сообщение о минировании. Правильное питание – основа здоровья и полноценного развития организма. Особенно, если речь идет о детях. Активисты Общероссийского народного фронта проверили, как организовано питание в одной из самарских школ. Участие в проверке приняли представители профильного министерства, а также члены родительского сообщества. Подробности в нашем материале. Проверили меню соблюдения санитарных норм и график приема пищи. Комиссия, в состав которой вошли представители Общероссийского народного фронта, Министерство образования, а также активные родители проверили качество питания детей в 37-й самарской школе. Дочь Оксаны Жикиной учится в 10-м классе. Женщина рассказывает, организация питания в школе довольна. И то, что ребенок ни разу не приходил из школы голодным, главное тому подтверждение. Ребенок никогда не жаловался питания. А во-вторых, я иногда захожу и смотрю, вот яблоки дети, витамины дают. Нам очень нравится. И ребенок нравится. Два года назад в пищеблоке школы сделали капитальный ремонт. Обновили не только само помещение, но и мебель, инвентарь. Установили современное технологическое оборудование. Все старое оборудование было демонтировано, и мы получили новое технологическое оборудование. Это пекарские шкафы, пароконвектоматы, два пароконвектомата, две посудомоечные машины современные, плиты и так далее. Во время мониторинга представители Общероссийского народного фронта проверили не только состав блюд и соблюдение нормативов, но и организацию самого процесса питания школьников. Мы увидели, что перед началом еды у нас дети вымыли руки, причем самостоятельно вымыли руки. Мы видим, что стоит дежурный, но при этом дети сами заходят и без спроса, как говорится, моют руки. И второе, мы видим, что та перемена, которая отведена, чтобы качественно принять пищу, 20 минут, этого вполне достаточно. И что дети сдают тарелки, которые, по сути дела, пустые. Это тоже показатель того, что вкусно. В школах региона регулярно проводят проверки организации детского питания с участием общественности и профильных ведомств. По словам представителя регионального министерства образования и науки, предложения от родителей по усовершенствованию работы в этом направлении рассматриваются в индивидуальном порядке. Если вдруг какая-то жалоба поступает, мы незамедлительно отрабатываем, выезжаем на место, приглашаем обязательно родительскую общественность, потому что они должны сами увидеть и убедиться, что все хорошо, что их детей кормят в соответствии с нормами СанПИН. По поручению президента России бесплатным горячим питанием в школах обеспечены учащиеся начальных классов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей участников СВО. Галина Топилина, События. В Самарской области прошел первый выезд образовательной программы «Мотор поколения» в рамках нацпроекта «Образование». Четырехдневная программа рассчитана на наставников и активистов регионального отделения «Движение первых». Команды вместе с приглашенными экспертами прокачали навыки организации актуальных молодежных событий. Подробнее в нашем сюжете. Самарские активисты «Движение первых» оправдывают свое название и в числе первых приняли участие в программе «Мотор поколения». Для них провели лекции, мастер-классы и тренинги по менеджменту событий, использованию медиа-инструментов на мероприятиях по лидерству, креативу, ораторскому мастерству. А затем они смогли применить все это на практических занятиях. Все, я очень быстро поняла, схватила все на лету и готова уже прямо сейчас. Образовательная программа Самарской области «Мотор поколения» является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области «Регион для молодых» в рамках национального проекта образования и проводится при поддержке правительства Самарской области и Росмолодежи. Очень важно, чтобы события для молодежи были ориентированы именно на потребности и интересы самой молодежи. Крайне важно, чтобы их делали не просто сотрудники, педагоги, наставники, а чтобы все это происходило именно через командный подход. Чтобы взрослые, плюс ребята, плюс молодежь, плюс, возможно, школьники принимали участие в таком комплексном подходе при организации проведения всяких разных интересных дел. Без команды мы точно ничего не значим. Какая бы гениальная идея, какой бы гениальный человек ни был, ему точно нужна команда для того, чтобы его цель, его идея и его придуманное событие получилось на высоком уровне. Впереди у проекта еще три смены. Следующими участия в нем примут сотрудники вузов и среднеспециальных учебных заведений, отвечающих за реализацию молодежной политики. Затем обучение проведут для руководителей и активистов клубов, молодежных объединений и общественных организаций. Итоговая смена примет руководителей и сотрудников муниципальных органов по делам молодежи и городских учреждений в сфере молодежной политики. Виктория Шары, Андрей Горгуленко, События. Передвижение по городу становится комфортнее и доступнее. В Самаре начали работу 20 новых автобусов. Они курсируют по маршруту номер 87. Он популярен у работников заводов, так как на его пути расположено несколько оборонных предприятий. По каким улицам следуют автобусы и пришлись ли они по душе пассажирам, расскажет Полина Челюкова. Транспортный парк Самары пополняется. В городе с 1 октября запустили новый 87 маршрут. Действуют все виды льгот. Ежедневно городским департаментом транспорта организован мониторинг работы перевозчика. В том числе сегодня состоялось выездное контрольное мероприятие. Стартуя в микрорайоне «Крутые ключи», автобусы разводят местных жителей и сотрудников всех оборонных предприятий. Маршрут номер 87 пролегает от остановки Северное шоссе, что находится на границе города. Через поселок Зубчининовка можно добраться до заводов оборонно-промышленного комплекса, до площади Кирова и станции метро «Кировская». Надеемся, что маршрут будет полезным, потому что уже сейчас отзывы от заводчан очень положительные. То есть они говорят о том, что маршрут хороший. Мы видим положительную динамику в перевозке пассажиров день ото дня. Запустить этот маршрут попросили сотрудники оборонных предприятий. На нем курсируют 20 автобусов с 5.30 и до 22.00. Представители профильного департамента рассказывают, пассажиропоток уже увеличился в два раза. Отметим, что салоны автобусов оснащены специальной аппарелью, которая обеспечит комфортный проезд и для маломобильных граждан. Он полностью отвечает всем современным потребностям на сегодняшний день. Транспорт абсолютно весь новый. Самое главное, он оснащен аппарелью, которая поможет беспрепятственно пассажирам использовать его в полном объеме. Мягко идет обогрев, зеркал есть. Появлению нового маршрута радуются и пассажиры. Неделю назад как раз мы с мужем сидели на остановке с дачи на 19-м и проехал 87-й. Прошли, спросили водителя, как можно добраться. Говорят, можно по проездным. То есть очень удобно. Нам понравилось. Рейс очень удобный. Водители объясняют, что всеми льготами мы можем пользоваться. Поэтому мы очень рады этому рейсу. И хорошо, что его еще дополнительно дали к 67-му. В профильном департаменте подчеркивают, что ко всем перевозчикам подход принципиальный. Каждый должен работать в строгом соответствии с условиями контракта, которым определен и класс задействованных транспортных средств, и их вместимость, и количество. В случае нарушений, выполненные в рамках транспортной работы рейсы, не засчитываются. Сейчас профильный департамент рассматривает просьбу граждан организовать еще одну остановку в районе пересечения Земица и заводского шоссе, чтобы пассажиры могли выходить ближе к проходной завода «Прогресс». Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева увеличена единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы. В общей сложности заключивший контракт получит 1 миллион 205 тысяч рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Я вот по собственному желанию уже, честно говоря, немаленький возраст у меня. Решил пойти, долго думал, не один день, чтобы быстрее всю эту нечисть отсюда убрать, чтобы наши дети в дальнейшем хорошо, в будущем вернее, все складывалось у них хорошо, жили, чтобы лучше, чем мы. Чем больше народ туда пойдет, тем быстрее все закончится. В Самаре появится новый хирургический корпус. Тех площадей, которыми располагает областная детская клиническая больница имени Ивановой, не хватает. Лечебное учреждение оказывает экстренную и плановую помощь по 16 профилям, начиная от онкологии и заканчивая ортопедией. Ежегодный диагноз рак ставят 150 юным жителям губернии. Для их комфортного лечения нужен новый корпус. Губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с президентом доложил о необходимости строительства в Самаре нового хирургического корпуса на 200 мест. Новый объект планируют построить на средства нацпроекта здравоохранения. В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. Прививку от гриппа сделали уже более 727 тысяч жителей региона. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Врачи отмечают, что людям старшего возраста особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать осложнений после болезни. Об этом помнят и сами люди серебряного возраста. Многие приходят в медицинские кабинеты на прививку. Дело в том, что я сейчас работаю на удалении, я компьютерщица, но это же не значит, что мы никуда не ходим. То есть хочется ходить и в кино, и в театр, на концерт, в гости, ездить в транспорте однозначно. И поэтому не вакцинироваться для меня, например, просто страшно. То есть очень не хочется болеть. Однозначно много планов на эту жизнь. И вакцинация, я думаю, убережет меня, если уж не от заболевания, то, по крайней мере, от тяжелого течения болезни. А теперь коротко о других темах дня. Ночью в Самаре тушили пожар. В 21.47 поступило сообщение о возгорании во втором корпусе кафе на Лесной 23. Горела кровля, второй этаж недействующего кафе и чердак концертного зала. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Из помещения эвакуировали двух человек, сообщили в главном управлении МЧС по Самарской области. К тушению пожара было привлечено 62 человека и 20 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 23.49. Прокуратура Самарской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства двух девочек в Тольятти. Одной было два года, другой пять лет. Во вторник вечером их нашли со множественными ножевыми ранениями в квартире одного из домов города. Главная подозреваемая – сводная сестра погибших, которой 13 лет. Психолог рассказал, как побороть осеннюю депрессию. Развитие апатии и меланхоличного состояния напрямую связано с сокращением светового дня. Чтобы позаботиться о своем ментальном здоровье и помочь себе, нужно равномерно распределять свои силы. Подготовить план, как справляться со стрессом. Например, взять выходной или подольше поспать. Попросить домочадцев и друзей помочь с делами. Отправиться на шопинг. Важно выбрать именно ваши способы расслабления. Если вы находитесь в длительном подавленном состоянии, не стесняйтесь обращаться к специалисту. Стоматолог развеял миф о вреде жвачки для зубов. Продукт не способен повредить пломбы, если работа сделана качественно. В иных случаях любое механическое воздействие негативно скажется на здоровье полости рта. Жвачка стимулирует процесс слюноотделения, что помогает очищать рот от налета и остатков пищи. И предотвращает образование зубного камня. Более того, она положительно влияет на когнитивные способности и помогает снижать уровень стресса и тревоги у человека. Туман в Самарской области сохранится до конца дня. Как уточнили в Приволжском УГМС, видимость составит 500 метров и менее. В региональном главном управлении МЧС рекомендует автомобилистам избегать внезапных маневров на дорогах. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты узнали у жителей Самары, как они проводят время с семьей, когда за окном ненастная погода. Мы сидим дома, наверное, чаще, если прям совсем ненастная, так ходим. У меня маленький ребенок, ну как, 10 лет ей, поэтому ходим на все ее дополнительные занятия в субботу и воскресенье. Дома проводим, по всем занятиям, кружкам ездим, готовим, смотрим фильмы. Мы ездим на дачу и сидим дома. Готовим блины, жарим, да? Дождь, ну дождь я обожаю, ну дождь просто дома, вечером. В основном дома у ненастная погода. Мы в основном уроки делаем. Мы фильмы смотрим с семьей, гуляем, свежим воздухом дышим. Дождливую погоду не люблю. Дома готовим, да, я очень хороший кулинар, хорошо готовлю, ну да, с племянницей готовим, печем. Сила слова в помощь людям. Областной союз журналистов и Ассоциация гражданских инициатив «Самарский антинаркотический фронт» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках на системной основе будут проходить профилактические акции, конкурсы и форумы. Стороны уже наметили ближайшие планы и готовы к регулярной совместной работе. Подробнее в нашем сюжете. Совместная работа ради благой цели. Именно это подразумевает соглашение, которое заключили Областной союз журналистов и Ассоциация гражданских инициатив «Самарский антинаркотический фронт». Организации настроены помогать друг другу, чтобы важная и ценная информация могла доходить до широкого круга зрителей и читателей. На самом деле для нашей организации, я думаю, это очень важно. Это заставит нас еще более как-то ответственно относиться к этой теме и системно. Не так вот от случая к случаю, а все-таки мы надеемся, что у нас будет некий такой план совместных мероприятий. Мы всегда будем рядом и всегда, я думаю, журналисты будут освещать те или иные мероприятия. «Самарский антинаркотический фронт» работает уже более 20 лет. Он объединяет более 25 негосударственных организаций, которые задействованы в комплексной работе от профилактики до лечения и реабилитации, а также социальных партнеров. Ассоциация работает с родственниками больных, помогает подобрать необходимые центры реабилитации и адаптироваться к жизни после лечения, используя отечественные методики и практики. «Суверенитет в этой сфере, он тоже очень важен. Мы не используем какие-то западные технологии. У нас есть свои методики, которые родились в нашей стране, которые были опробированы, которые сегодня работают на территории нашей страны как в профилактике, так и в реабилитации». Уже запланированы первые совместные мероприятия Ассоциации Союза журналистов. В ближайшие выходные состоится футбольный турнир с участием негосударственных антинаркотических организаций. Затем пройдет конкурс журналистских работ, посвященных данной тематике. А в рамках традиционного фестиваля прессы состоится и ежегодный антинаркотический форум «Мы будем жить». Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Хоккейные команды Самарской области не смогли порадовать голами своих поклонников в минувших матчах своих чемпионатов. Гонполистки «Ладо» переиграли принципиального соперника, а тольятинские теннисистки продолжают выступать на азиатских турнирах. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты тольятинской «Ладо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ провели второй подряд домашний матч против «Адмирала» из Владивостока. Первая встреча прошла без голов. Единственное результативное действие сделали игроки домашней команды в 14-м пулите в послематчевой серии. Во второй встрече тольятинцы также не смогли пробить голкипера гостей в основное время матча, а вот гости смогли порадовать своих фанатов. Дальневосточники дважды во втором периоде смогли реализовать большинство и победили. 0-2 поражение «Лады». Не смогли забить в матче Выхайл и хоккеисты ЦСКА ВВС. Самарцы дома принимали «Саратовский кристалл». Первый период прошел без заброшенных шайб, а потом гости смогли реализовать свои моменты. Сначала в равных составах забил Кидаров, а затем Конкин и Иванов. По разу реализовали численные преимущества после удаления игроков самарской команды. 0-3 поражение ЦСКА ВВС. Гандбалистки «Лады» в домашнем матче Российской Суперлиги принимали звенегородскую звезду. Команды традиционно борются за медали чемпионата. В прошлом сезоне сражались в играх за бронзу, а в этом году оба коллектива начали довольно слабо. Поэтому именно в личном противостоянии всем хотелось доказать, что они еще достойны занимать высокие места. Эта ответственность поначалу сковывала игроков, поэтому никто не мог оторваться в счете. На протяжении всей игры на дабло постоянно появлялся ничейный счет. Но в конце концов лучше себя проявили хозяйки паркета. 30-28. Победа «Лады». В мировом теннисном туре продолжается серия соревнований в Азии. В китайском городе Ухань проходит турнир престижной категории WTA-1000. Уроженка Ториати Диана Шнайдер не смогла пройти первый раунд в личном разряде. Она уступила Лейле Фернандес из Канады. 7-6, 3-6, 3-6. После затяжной первой партии у Дианы не хватило сил оказывать достойное сопротивление на протяжении всей встречи. А вот Дарья Касаткина первый раунд пропускала и стартовала сразу во втором с победы над американкой Бернардой Перра. 6-4, 1-6, 6-1. Следующей соперницей россиянки станет полячка Магда Линнет. 45-й номер мирового рейтинга. Во Владивостоке состоялись заключительные соревнования сезона по мотоциклетным гонкам на гаревой дорожке. Четвертый этап Кубка России. Победителем соревнований стала тольяттинская команда Мега Лада. В ее составе выступили Виктор Кулаков, Евгений Сайдулин, Матвей Корабельщиков, Роман Лахбаум и Арсений Зубков. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Администрация железнодорожного района призывает жителей собирать бумагу и выигрывать призы. В Самаре проходит Boom Battle при поддержке нацпроекта «Экология». Boom Battle – соревнование по количеству собранной макулатуры. Принять участие можно всей семьей. В этом году есть отдельные номинации. Макулатуру принимают в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах, компаниях, участников. От команд заявки на участие принимают до 10 ноября, индивидуальные – до 15 ноября. Подробно об условиях, форматах участия и призах говорится в карточках. Гран-при в размере 1 миллион рублей, архитектурные экспедиции и стажировки в ведущих Архбюро. Такие награды получат авторы лучших проектов на национальном студенческом конкурсе «Благоустрой», сообщает администрация Красноглинского района. Прием заявок открыт до 15 октября. Конкурс проводится для студентов архитектурно-строительных факультетов от 17 до 35 лет. Проекты можно разработать индивидуально или в группе до 5 человек. Благоустроенные по проекту пространство парк и центральные площади или двора важно сделать комфортным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы полуфиналистов представят на всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Проект, который выберут жители, станет основой для нового городского пространства. Его построят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что самарские школьники могут бесплатно отдохнуть на осенних каникулах в детском лагере «Волжанка» с 28 октября по 3 ноября. Программа отдыха насыщенная, посещение бассейна с инструктором, творческие мастерские, экскурсии в дом со слонами, поездка на спектакль в Самар, спортивные занятия и игры на свежем воздухе. Получить подробную информацию и забронировать путевку можно по телефону, указанному на экране. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова